Друзья мои, это ток-шоу «Права выбора». С вами ведущий Магомед Расул Абакаров. Сегодня мы будем говорить о патриотизме. Чувство, к которому взывают, так или иначе, когда говорят о родине. Каким оно должно быть? Что это такое? Немножечко разобраться. Что такое патриотизм? Об этом мы решили поговорить сегодня в студии. Приветствую наших гостей и экспертов. Салихат Расуловна Гамзатова, дочь легендарного нашего поэта Расула Гамзатова, директор Дагестанского музея изобразительных искусств. Поприветствуем. Зубаир Абабакар Анварбегович, куратор направления «Патриотическое восприятие Ассоциации Ас-Патриоты». Маликов Магомед, руководитель Московского Кавказского клуба в Дагестане. Спортсмен, человек, который так или иначе, естественно, представляет республику и страну в том числе. Именитые спортсмены, все остальные представители интеллигенции, огромное спасибо, что пришли. Раз. Второе, у меня первый вопрос ко всем к вам. Когда мы говорим «патриотизм», вот как вы охарактеризуете патриотизм? Молодые люди, в первую очередь, к вам вопрос. Что такое патриотизм? Кроме, в чем проявление патриотизма? Уважение к старшим, уважение к месту, где ты живешь, уважение к своему даже сверстникам. Меня зовут Мика. По моему мнению, патриотизм, в первую очередь, это, конечно же, уважение, но оно должно проявляться в поступках. В поступках, которые каждый из здесь присутствующих может сделать за свою жизнь. И они должны быть обязательно направлены на то, чтобы улучшить состояние страны, может быть, где-то экономику. Может, это будут не огромные поступки, но, например, сделать что-то, что может обогатить культуру нашей страны. И мы должны понимать, что ответственность за патриотизм, за развитие нашей страны лежит на каждом из нас. Не нужно говорить, что только правительство решает какие-то серьезные вопросы. Мы можем решать вопросы на местах здесь, мы можем создавать культуру, мы можем создавать какие-то новые места, рабочие места. Патриотизм — это поступки, по-вашему. Есть какие-нибудь дополнения? Сальхат Расулна, вы как охарактеризируете патриотизм? Ради чего вообще быть патриотом? Можно вот такой... Я буду простые, глупые, тупые, может быть, вопросы. Но, понимаете, сегодня вот этим чувством порой пытаются манипулировать. И об этом тоже, естественно, мы будем говорить. Вы знаете, мне вообще кажется, что вот эта понятия патриотизма появляется в какую-то сложную эпоху, когда, вот так сказать, в эпоху раздробленности были там... Может быть, не было такого понятия патриот, но это были люди, объединенные идеей, так сказать, защиты, вот, прав своего селения. Но оно становится обостренным в это время. Небольшого региона, да. Оно в это время становится обостренным, да. Когда есть внешний враг, какое-то издавление. Понимаете, сейчас... Оно возникает, когда есть какая-то угроза. Вот когда есть сомнения, если это патриотизм так, сомнения в твоих знаниях, в том, что у вас есть ученые люди, что у вас есть, я имею в виду, не территориальные какие-то нападения, а вот даже, так сказать, дискредитировать человека или район, или, так сказать, страну, или что сомнения в способности этого народа мыслить, создавать что-то, понимаете. Ну, человек, вот говорят, человек, он патриот тогда, когда он в поступках патриот, проявление патриотизма в поступках. Давайте вот... Мне кажется, если мы будем все осознавать, что нужно становиться вместе и становиться объединенными не только тогда, когда нам плохо, но и для того, чтобы нам стало еще лучше, то наша страна будет становиться сильнее каждый день. И не обязательно быть только в критические моменты вместе. Можно каждый день делать шаг вперед вместе, и страна будет возвышаться, будет строиться и так далее, и так далее. Вы знаете, есть такой момент, вот, когда мы говорим вместе, ради чего? У каждого, наверное, свои цели и принципы, то есть, да, и ценности в жизни. Но вы патриот? Да. Что вам это дает? Для меня это личное удовлетворение, для меня это понимание, что я могу что-то оставить после себя. Вы сегодня думаете, что вы можете после себя что-то оставить, и вы можете как-то влиять на ситуацию? Да, я думаю, может, это будет не в огромных масштабах, искренне. Но я могу хотя бы нескольким людям донести какие-то мысли, которые позволят им изменить еще судьбу нескольких людей. Друзья мои, вы согласны? Да. Ну, в соцсетях достаточно часто можно слышать такое мнение, что сегодня, понимаете, патриотизм – это инструмент манипуляции, когда нас пытаются объединить для решения каких-то чьих-либо целей. И, к сожалению, к этому самому патриотизму призывают, наверное, те люди, которые не совсем соответствуют этим критериям, да, патриотам. Вот маленький пример приведем с ситуацией, которая сложилась вокруг олимпийской сборной нашей, когда мы были лишены статуса олимпийской команды, да, и люди требовали на каком-то этапе, да, еще до начала олимпийских игр, бойкотировать эти олимпийские игры в пользу якобы патриотизма и так далее, какие-то слова подбирали. Хотя в основе своей требовали это те люди, которые как раз-таки патриотизм не проявили, когда нужно было не проявить. А в чем он должен был проявиться-то? Он должен был проявиться в том, чтобы нужно было все делать как бы правильно, порядочно, честно. К сожалению, наши чиновники не были совсем честными или не проявили себя в той степени, которую нужно было проявить, да. Но мы этих чиновников, друзья мои, мы этих чиновников выбираем, мы этих чиновников, мы этим чиновникам улыбаемся, мы с этими чиновниками дружим. И тогда, когда эти чиновники наши вопросы решают, понимаете, мы, в принципе, им дифирамбы поем. Не так ли? Ну разве не так? Ну, это уже какой-то личный момент, кто кому помог. Мы говорим теперь о глобальных каких-то вещах, да. Те люди, которые отвечают за определенную отрасль, они должны делать ее честно и правильно, не решать свои меркантильные задачи. Ну, выиграли мы эту Олимпиаду в Сочи, ну сколько нареканий. Наверное, неспроста все это получилось, хотя я сам считаю себя, да, патриотом, я всегда болею за нашу команду и так далее. Но пострадали в итоге кто? Спортсмены. Пострадали люди, пострадали мы, простые болельщики, из-за чьей-то там халатности или каких-то своих личных моментов, да. И вот такие люди сегодня не имеют ни морального, ни какого-то другого права призывать патриотизм и так далее. В первую очередь они сами должны стать внутри себя патриотами, проявлять больше человечность, быть в этом плане примером для других, а не призывать других. Ну, друзья мои, здесь есть такое мнение, я люблю свою родину, но не люблю это государство. Как вы к этому относитесь, мнению? Мы любим государство, все мы любим, и родина, это как бы синонимные слова, да. Мы не любим, когда этим государством, в этом государстве люди манипулируют какими-то терминами, да, подменивают понятия и пытаются как бы свои какие-то личные амбиции удовлетворять этим, да, или там. Вот смотрите, есть такой момент, я так немножечко, готовясь к передаче, смотрел статистику, да. В среднем 20-25% людей, они никак себя не ассоциируют ни со своей родиной, ни со своим городом, ни со своей страной. Это меня немножечко настораживает. В том смысле, что вы представляете, каждый четвертый или пятый, это человек, который никак себя не ассоциирует со своей родиной. Это человек, который, ну, я не знаю, каждый пятый, на которого нельзя опираться в тяжелый момент, не так ли? Как вы прокомментируете это, патриоты России? Вы же за патриотическую часть отвечаете, так? Мы отвечаем, мы проделываем работу в этом плане. Мы очень много ездим по городам и селам нашей республики. И часто разговаривая с молодежью, как раз таки вот, сталкиваемся с таким мнением, неправильным пониманием этого чувства, этого слова патриотизма. Вот сформировав вот это правильное понимание, можно сформировать и правильное отношение к этому. Как сказали, и к поступкам, и к проявлению этих поступков. Вот даже вот сейчас в фойе, да, общаясь, молодые люди общаясь, я так краем уха подслушивал. И в школах тоже такое есть мнение, что патриотизм это обязательно должно с кем-то воевать нужно, значит. Но это не так. Это патриотизм с греческого периода, наверное, не все знают. Это и есть родина, отчизна. Но я вам дам как бы расшифровку этого слова, которое вот, как патриотизм, что есть патриотизм. От греческого слова соотечественник и отечество нравственный и политический принцип социального чувства, содержанием которого является любовь к родине и готовность пожертвовать своими интересами ради нее. Патриотизм предполагает гордость достижениями культуры своей родины, желание сохранить ее характер и культурные особенности, и идентификация себя с другими членами своего народа, стремление защищать интересы родины и своего народа, любовь к своей родине, стране, народу, привязанность к месту своего рождения, к месту жительства. Но при этом, друзья мои, каждый четвертый или каждый пятый, пускай будет каждый пятый, он себя никак не привязывает ни к месту жительства, ни к месту рождения и так далее. Так вот эту работу нужно делать, то, чем мы сейчас занимаемся. А для чего? Ради чего? Для чего? Сегодня мир стал гораздо, ну, вот эта глобализация, она сделала мир гораздо меньше, да? Люди, в принципе, себя достаточно комфортно могут как здесь чувствовать, так и далеко за границей. Но, тем не менее, ты должен осознавать, чей ты потомок. Ну, что вам это дает? Как что дает? Каждый человек, вот... Ну, вот что? Друзья мои, я буду провоцировать вас, говорить и рассуждать, что вам это дает? Я слышал мнение одного профессора, и мне оно очень понравилось. Он говорил, что у нас в Дагестане по статистике, вот в мире по числу выдающихся людей, героев, Дагестан на первом месте на численность населения. И факторы, которые дают возможность появляться таким личностям, это как раз-таки знания своей родословной. Это первый фактор. Второй фактор, то, что испокон веков была у нас вот эта мужественность, да? Вот эти мужчины всегда занимались заботой о своей родине, о своем быте, о своей семье. И вот этот фактор, как бы это скромно ни звучало, да, не скромно, вот эту сексуальную активность мужскую, сейчас и медиа, и все это, конечно, приносит свой вклад, не превращает в женскую, а перенаправит ее в умственную какую-то деятельность. Вы хотели, чтобы высказаться? Пожалуйста, да. Пожалуйста. Так, меня зовут Ато Юдак Абрахманович, я являюсь председателем Объединения Патриотов Родины. Мне бы вот реально захотелось спросить у нашего уважаемого человека, который в данный момент говорил об этом, о патриотизме. Вот он, вы сами, что лично делаете, примером, для того, чтобы вот для этого молодежи, чтобы вы показали, что вы патриот? Не словами, поступками. Что вы делаете? Вам сейчас перечислят? Можно я отвечу на этот вопрос? Да, пожалуйста. Они делают огромную работу, которую должно делать государство. Они делают ту работу, которую потом главы муниципалитетов отчитываются перед главой, перед комитетом НАК. Они делают, проделывают огромную работу. Просто те, кто хотят это видеть, они видят, они помогают, поддерживают. А кто не хочет... Магомед, ну мне здесь не дает такое, не дает покоя, не дает противоречие. Я, конечно, понял, я Магомед сказал. Я лично вопрос человеку задал. Я знаю, почему я... Я могу ответить вам на вопрос. Ответь, ответь. У нас есть три направления в нашей ассоциации. Это как раз-таки патриотическое воспитание, которое сейчас, с недавних пор я начал курировать. Есть спортивное направление, и есть направление выявления талантовой молодежи и предоставления им площадок для самореализации. Мы ходим по школам. У нас в 33 муниципалитетах представлены есть организации. Так вот, помимо того, что мы представлены в этих муниципалитетах, мы ходим и в СУЗы, и в ВУЗы, и в детские дома-интернаты с теми программами, которые совместно мы разработали. Из Минмолодежи, из НАЦМолодежи. Это программа «Кодекс чести горца». Это программа против алкоголя, против наркотиков, против террора. Есть «Мирный Дагестан», программа очень хорошая. Мы в спортивной части. Один только турнир османовский, который задействованный, пожалуйста, чтобы внимание уделить. 110 команд там было в этом году. Более тысячи участников. И там, естественно, мы пропагандируем и рассказываем о культуре нашей, приобщаем молодых людей. Вы не ответили на вопрос. Что это вам дает? Вы просто задали вопрос. Что дает это вам? Мне лично, мне самому лично это дает спокойствие в том, что я являюсь гражданином этого государства. Все? Вы удалит вернение всем тем, что в данном государстве происходит? Да. То есть поддерживаете? Да. Ну, об этом мы будем говорить, наверное, во втором блоке. Пожалуйста, возьмите микрофончик. Шапель Магомедович, хотелось бы вас тоже послушать. Гаджи Вазюма Абдуллаевна, преподаватель Дагестанского гуманитарного института. Вы здесь говорили о том, что мы живем в период глобализации. Вы говорите о том, что глобализация стирает все границы. Но есть и такое мнение, что стирая границы, глобализация вместе с тем пробуждает национальную гордость в людях. То есть они пытаются себя как-то сохранить, как-то себя национально идентифицировать. Что это вам дает? Разрешите, я продолжу постепенно. Можно? Да, конечно. Дело в том, что здесь немного людей, вот так я смотрю в зале, которые учились в советской школе. И они знают, как нам прививали чувства патриотизма. И мы, пусть это была другая страна, но мы были патриотами. Подождите, минуту. Они сегодня считают, что мы прочищали мозги. Нет, нам не прочищали. Не обязательно прочищать мозги. Понимаете, к любому вопросу можно подходить по-разному. Мы хотим, чтобы наши люди, дети были патриотами. А кто их делает? Кто их воспитывает? Нет же у нас вот этой вот... В советское время, как вы думаете, 20% было бы людей, которые вообще никак не ассоциируют себя со своей родиной, со своей республикой? Дело в том, что всегда в обществе есть какой-то процент недовольных. В любом обществе. Но не 20 и не 25. Ну вы знаете, в каком мире мы жили. Давайте я продолжу свою мысль. Иначе мы будем шарахаться из угла в угол, из стороны в сторону, и мысль, так сказать, не будет завершена. Я хочу что сказать, что патриотизм надо воспитывать. И воспитывать неформально. Ни какими-то сухими мероприятиями, никому не нужными. Вот у нас сидит Салихат Расуловна Гамзатова. Вот ее, как сказать, отец Расул Гамзатова. Вот величайший образец, так сказать, пример патриотического воспитания. У него есть замечательная книга «Конституция горца». Есть такая? Вот эту книгу представлять детям, показывать, воспитывать. Но знаете, что хотелось бы? Чтобы это были не сухие какие-то формальные мероприятия, которые проводят для галочки. Это надо поручить каким-то молодым, энергичным людям. Подключить туда молодые, здоровые. Вы сейчас немножечко к концу передачи перескакиваете. Я не знаю, что у вас в конце передачи. Я не знаю, что у вас в конце передачи. Я просто излагаю свое мнение. Я хочу, не знаю. Дело в том, что патриотизм... Вот когда мы смотрели на победу наших хоккеистов, мы были патриотами. Что вам дает этот патриотизм? Вам лично. Я скажу. Я себя комфортно чувствую. У вас зарплата какая? Зачем? Вы можете похвастаться ею? Не могу, у меня пенсия. Ну вот пенсия. Вас все устраивает? Ну почему патриотизм и пенсия должны соприкасаться? Это не одно и то же. Это совсем из другой области. Это из области духовного. Друзья мои, я просто представляю мнение определенной группы людей, которые входят в эти 20%. Каждый четвертый, друзья мои. Я бы, может быть, не говорил о том, что это нам дает. Первым делом мы должны думать о том, что это Родине дает наши поступки. Ну Родина, Родина, понимаете, это немножечко такое размытие... Это не размытое, это твое село, твои родные, твои дети, которые завтра в этом государстве будут жить. Ничего размытого нет, понимаете? А потом, другое дело, что можно манипулировать этим понятием. Еще в 19 веке писатель Салтыков Щедрин говорил, что что-то о патриотизме заговорили, видать, украсть что-нибудь хотят. Понимаете, так тоже бывает. Это мы сейчас тоже иногда наблюдаем, да. Но с другой стороны мы видим яркие, в общем, примеры действительно патриотизма. Наверное, здесь не найдется человека, чей предок или родственник далее не пошел бы на фронт, когда стране грозила беда. И он же не спрашивал, что это мне дает. Ему это могло только пулю дать. Смерть, так сказать, понимаете, и безымянную могилу. А люди шли и добровольцами шли, даже тех, кого не брали. Это первое. Второе, вот у меня тут в моем романе «Краски и знания» о Халилбеке Мусаеве, художнике нашем, основоположнике, можно сказать, дагестанской живописи. Тут описывается вся его жизнь. И вот как раз период, например, в нацистской Германии, когда, казалось бы, он на России, на родине был оболган, его родственники были репрессированы, некоторые расстреляны. Он жил в нацистской Германии. Ну, так судьба сложилась, потому что его лишили гражданства и так далее. Но что он делал? Он же не Гитлер рисовал, он Дагестан рисовал. Он открывал Европе и Дагестан, его образы, благородство. Кстати, насколько я понимаю, нам принесли картины снятые. Давайте посмотрим вместе вот эти картины. Я хочу добавить просто. На одну из его выставок пришел Гитлер, который проповедовал, что арийская раса самая высокая, а все остальные, так сказать, недочеловеки. А когда увидел работу Халилбека, он, наверное, почувствовал себя пигмеем, потому что люди, которые изображены на работах Халилбека Мусаева, это действительно благородные люди, рыцари, так сказать, достойные. А Гитлер и его своры, если вы посмотрите, ну это просто дегенераты какие-то, понимаете? И они твердили нам о высокой расе. Но эти дегенераты смогли настолько мотивировать достаточно серьезное количество своего населения. И к чему это привело? К тому, что мы потеряли почти то ли 2, то ли 3% населения Земли, друзья мои. Да, но это что из-за того? Ну так даже взывали к патриотизму. Это не патриотизм был. Давайте посмотрим как раз. Да, пожалуйста. Прокомментируйте, пожалуйста, Сальхат Расун. Ну, мы здесь видим как раз вот немецкую девушку, вот прошел поры. А это вот его работа «Забытая песня Дагестана» 18-го года. Кстати, вот интересное время написания, 18-й год, казалось бы, вот такая война, все переломно, очень такой момент, а он пишет вот это, почему я думала, как раз писала статью, почему такое название «Забытая песня Дагестана». Он как раз вот в этот момент перелома создает такой обобщающий образ Дагестана. С его традицией, если вот картину еще раз повторят, есть возможность увидеть, то... Мы можем назад немножечко дать картину? Что он сам говорил о том, почему он писал имя о своей родине? Потому что он любил свою родину, несмотря ни на что. Понимаете, он даже ездил в концлагерь, освобождал, пытался освободить пленных, советских военнопленных. Насколько успешно это у него получалось? У него очень много получилось. Я думаю, что его список намного шире, чем знаменитый список Шиндлера. Так как он рисовал, вот, например, он написал портрет жены Круппа, этого сталелетейщика, который оружие производил и так далее, и через нее смог вытащить несколько тысяч человек из лагеря. Несколько тысяч человек? Да, да, из лагеря, чтобы они не умерли. Аплодисменты, друзья мои, они... Мало того, он не только это сделал, если вам интересно, я вам скажу. Дело в том, что даже в нацистской Германии вокруг наших пленных разворались политические такие игры, знаете. И когда увидели, что он реально хочет помогать людям, спасти их, может быть, молодежь не вся знает. Я два слова скажу. Например, немецкий концлагерь, да, во время войны. Стоят нормальные бараки, в которых живут англичане, французы, пленные и так далее. Они получают посылки из дома и даже получают на свой счет зарплату на родине. А рядом ямы, норы, в которых живут советские. Потому что Сталин в свое время не подписал конвенцию Красного Креста, и они не считались военнопленными. И они умирали с голоду, я не знаю, там до каннибализма доходило. Вот этих людей спасал Халилбек. И когда он их начал спасать, эта же делегация, в которой он поначалу участвовал, как бы, общественно, они попытались его изгнать, но он все равно это делал. А после войны, когда уже освободили, да, кто выжил из концлагерей, вы знаете, те, кто, они должны были быть свободными, а их депортировали в Советский Союз, и многие попадали опять в лагеря. И поэтому он со своей женой, которая была американской гражданством, устроил им около 20 тысяч эфидевит-контрактов, так называемых, когда американский промышленник гарантирует жилье, еду и, ну, значит, там, да, занятость. И вот таким образом образовалась наша колония в Нью-Джерси. Если вы приедете туда и скажете, что вы потомок Халилбека, вас будут носить на руках. Друзья мои, не переключайтесь, оставайтесь с нами, мы увидимся буквально через Великую. Друзья мои, на тот шоу право выбора мы сегодня говорим о патриотизме. Шапин Магомедович, вы не закончили мысль, пожалуйста. Я просто хочу сказать, что каждый человек в силу своего дарования должен, не то, что должен, а все равно это будет делать. Вот мы говорим, что есть маргинальные личности, которые не чувствуют как бы. Я не знаю, я 50 лет прожил в Москве и видел, как дагестанцы, так сказать, сплачиваются всегда. Много жил за рубежом и видел, как дагестанцы и кавказцы сплачиваются, потому что родные корни, родная земля, она все равно тянет. Это первое. И второе... А вот как здесь не перегнуть палку, понимаете? Вот у нас любовь к Дагестану, она порой немножечко настолько мы увлекаемся своей любовью к Дагестану, что некоторые любят Дагестан, но ненавидят Россию. Такое тоже же есть. Ну, это вы говорите крайности, да? Это в любом народе это бывает. У нас вот могут сказать, например, вот Халилбека этого несчастного обвиняли в том, что он там, значит, чуть не враг народа, потому что живет за рубежом. Никто не обвинял Ленина, который жил в Швейцарии, Горького, который на капре писал пролетарские романы, или Гоголя, который «Мертвую душу» в Риме написал. Это все извращение, понимаете? Что он видел Гитлера, понимаете? И рядом с Гитлером стоял. Мало ли кто видел. Сталин тоже в Кремле принимал Гитлера. Понятно. Не забывайте одну вещь. В России патриотизм поднимается только тогда, когда появляются внешние враги. А внутри страны патриотизмом вообще не пахнет. И патриотизм — это не только уважение к старшим, любовь к родине, то и все. Патриотизм — это когда ты не идешь в фантик, например, от конфеты, не выкидываешь туда, на дорогу. Вот здесь как не поаплодировать, друзья. А выкидываешь, но в бурт. Вот это и есть патриотизм. Патриотизм, прежде всего, должен быть не против внешнего врага, а внутри страны. Если мы каждый начнем сам за себя проявлять вот такой вот именно, начиная с маленького патриотизма, вот тогда будет всеобщий патриотизм. Понятно. Я передам микрофончик с вашего позволения. И потом вы... Всем ас-саламу алейкум. Алейкум ас-салам. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Муртазали, тур Дагестан. Занимаюсь турпоездками, туроператор по Дагестану, представитель клуба путешествий Михаила Кожуха по Дагестану. Аплодисменты, конечно. Я просто хотел бы добавить по тому вопросу, связанный, да, Халибегов Мусая Суманижал. На самом деле, этот человек замечательный, который сделал много всего, но, к сожалению, именно память его, потому что в Дагестане мало что сделано. И работая начальником управления культурой и молодежью политики Гунипского района, я несколько раз обращался в Минкультуре по поводу открытия дома-музея в селении Чох Гунипского района. Дом там до сих пор стоит, где жил Халибегов Мусая Суманижал. У нас есть видеозапись, где покойный наш уважаемый всеми народный поэт Дагестана Расул Гамзатов говорил, что должна быть галерея в Дагестане, там должен быть дом-музей. И были очень хорошие предложения, но, к сожалению, мы это до конца довести не смогли. И сообща, и нынешней власти, мы это все, конечно, должны, как память дан, уважение к этому человеку это все сделать. Для чего? Для чего сейчас объясню. Для меня вот мы сейчас, раз мы здесь говорим про патриотизм, я скажу, для меня патриотизм начинается в своем доме в селении Ганада Гунипского района, где есть родник моего дедушки, Халипал Иц его называют, да? Так. Где иногда есть его сад, который он разбивал, за которым мы ухаживаем, да? И сегодня, когда мы говорим про патриотизм, мы, к сожалению, но я не знаю, сейчас давайте просто руки поднимем, кто у себя в селе обрабатывает землю своего предка. Поднимите просто честно руки. И вот с этого надо начинать, просто надо вернуться на землю, надо ухаживать за своими родниками. Муртазалий, вы говорите, надо вернуться к себе на землю. Ну, какая земля? Какая земля там жить? Какие условия? Условия для этого созданы? Условия, мы же должны себе создавать условия. А почему мы должны? А мы что, без рук, без ног или без тот же самый Чок, тот же самый Саград? Что вы скажете, друзья мои, пожалуйста, вот, вот, смотрите, друзья мои, возьмите микрофон, говорите. Смотрите, то же самое селение Саград, после сожжения 1877 года село полностью было отстроено. Было? Было. Люди вернулись вновь после ссылки. В каком году? Уже где-то лет через 10, это сожжено было в 877. В 877, мы сейчас в 2018 находимся, Муртаз. Не, хорошо. Понимаете, я сел на самолет, улетел и через 12 часов на другом конце планеты нахожусь. А знаете, почему сейчас люди именно не хотят вернуться с села? Я вам объясню сейчас. Я когда готовил доклад Министерства по делам молодежи. Потому что там газа нет, потому что вода там, надо туда, на Гадикан ходить за водой. А вы меня извините. Нет, я сейчас точку зрения говорю других людей. Почему молчите, друзья мои? Хорошо. У вас нечего сказать? Здесь просто... Хорошо, секунду. Когда люди сюда пришли, в Махачкале был газ, был свет. Слушайте, сейчас, вы знаете... Родина и государство, к сожалению, это разница. Давайте, пожалуйста, возьмите микрофон и говорите. Когда Расул Гамзатов в 90-х годах говорил, это не мой Дагестан, многие к нему не прислушались. А после этого, когда в 90-х годах начали грабить народ, начали уничтожать народ, убивать самых лучших людей, после этого что сделали? Друзья, мне сказали, что пришел ветеран, давайте поприветствуем его. Давайте я вам помогу. Это кресло для вас. Спасибо, что пришли. Отдышитесь, потом мы с вами поговорим. Присаживайтесь. Представлюсь еще раз. Меня зовут Мика, я являюсь предпринимателем. Предпринимателем я являюсь второй год. У меня центр дополнительного образования. Для чего я это сейчас говорю? Здесь много было сказано о том, что было когда-то сделано для патриотизма, о том, что когда-то мы были молодцами и так далее. Я вам хочу высказать свое личное мнение. Что для меня Дагестан? Для меня Дагестан — это шикарные горы. Для меня Дагестан — это море. Для меня Дагестан — это традиции, сложенные веками. Для меня Дагестан — это то, перед кем люди всего мира, вы знаете, очень осторожно ведут себя и склоняют головы. А почему? Да потому что сплоченность нашего народа была очень давно и испокон веков. И в данный момент мне очень интересно. Вот все говорят о патриотизме. А что вы лично делаете для того, чтобы быть патриотами? Вот здесь был задан вопрос. Но он обрабатывает землю. Вот он обрабатывает землю, облагораживает там и так далее. Хорошо, но это не значит, что все должны спуститься на землю. Я думаю, есть очень много способов ее выражать. Вопрос лишь в том, есть ли у вас в этом желание. И знаете, что самое интересное? Когда нам становится плохо, мы почему-то приходим в государство и просим помощи. Когда нашу команду снимают с какого-либо чемпионата, мы говорим, что государство за нас не заступилось. А вы дайте себе ответ. А что вы сделали для этого государства? А сколько вы создали рабочих мест, чтобы людям было где работать? А что вы делаете, чтобы платить налоги? Честно, здесь сидят предприниматели. Вы сколько налогов отчисляете в государство? А потом вы жалуетесь, что нет дорог? Друзья мои, подождите, подождите, подождите. Пожалуйста, возьмите микрофон и говорите, пожалуйста. Возвращаясь к предыдущему оратору. Несколько разные понятия родина и государство. Родину мы все любим. Это то место, где мы родились. Мы не все любим государство. Государство может быть, а может и не быть, но родина всегда будет у нас. А почему не все любят государство? Наверное, государство надо задуматься. Почему не все люди, живущие в этом государстве, его так сильно любят? Родину любят все. Не перебивайте, пожалуйста. Я не перебивал. Возвращаясь к фантикам. В чем проявляется любовь к государству к нам и наших к ним? Можно вопрос? Вот представители власти, это наше отражение? Это наши люди? Естественно. Заканчивая свою мысль, возвращаясь к тем же фантикам, в чем проявляется любовь к государству, начиная с этих фантиков и заканчивая тем, что мы должны правду называть правдой, а не пытаться во всем ее обелить. Ну, друзья мои, ну вот... Но любовь к родине у нас никто не отнимет, она у нас всегда есть. Это любовь к своей маме, к своему папе. Скажите, пожалуйста, вот вы за родину готовы жизнь отдать? Готов. Да, вот кто за родину готов жизнь отдать? Поднимите руку. Я лично. Так, подождите, секунду. Теперь вопрос немножечко иначе поставлю. Кто за родину готов убивать? Я. Обратите внимание, друзья мои. Обратите внимание. Вот. Пожалуйста... Так ставят вопрос. Вот смотрите. Подождите. Подождите. Защищая готовы убивать. Друзья мои. Вот, комментируйте. Понимаете? Комментируйте. Пожалуйста, возьмите микрофон и комментируйте. Ассаламу алейкум всем. Меня зовут Имам Абиев. Представляю организацию Молдив в политике России. Я являюсь руководителем. Насчет того, что вы сказали, будете ли вы убивать за свою страну, это... Там несколько понятий. То есть защищая страну, мы готовы умереть и убивать. Есть и слепой патриотизм. То, что было показано в Германии, нацистская, да? Германия, где патриотизм, они прививали так, что немцы, да, фашизм. То есть то, что немцы это лучший народ, что немцы должны управлять, грубо говоря, всей планетой, и что отдельные национальности, там, религии, они ничтожны перед ними. Вот такой патриотизм является... Друзья мои, вот смотрите, сейчас давайте порассуждаем. Вот сегодня такое достаточно жесткое противостояние есть у Украины к России, да? Всего остального мира к России. Есть? Да, есть. Вот сегодня некоторые там нацики, они реально считают, что Россия их серьезно ущемила. Но, вы знаете, я здесь, в России, я понимаю, что Украина – это, знаете, маленькая пешка в достаточно большой игре геополитической. И здесь мы должны определенные шаги предпринять, чтобы защитить себя. Но при этом мы же, понимаете, ущемляем права, как бы, других. А кого мы ущемляем? Нет? Нет, а кого мы ущемляем? Друзья мои, я просто рассуждаю. Я говорю то, что пишут в интернете. Вот на чем подлавливают наших ребят. Там ущемляют права народа в Украине. И тем самым народ... Так им же говорят, понимаете, вот им говорят о том, что мы сейчас войдем в свободную Европу, да, и будем жить вот так. Они имеют право, конечно. Вот так. Это говорит кто это? Власть говорит. Они люди говорят. В этом-то и различие. Вы думаете, люди говорят? Нет, власть, я говорю, говорит власть. Пожалуйста, вот власть говорит. Дайте, пожалуйста, микрофон молодому человеку. Да. Махмуд Али, добрый день всем. Ассалам алейкум. Я вот в 19-19-1916 годах возглавлял молодежное правительство Республики Дагестан. В этом году меня пригласили вот в ассоциацию АСПАТРИОТЫ. Вот патриотизм — это вопрос ценностей. То, что ценно для самого человека. То, за что он держится. И эти ценности человеку можно навязать. Вот я, видя работу АСПАТРИОТов, да, я вот был в стороне от них, с ними никак не работал. Но он наблюдал их деятельность. Я видел факты, когда у нас высокогорные села, когда они не общались друг с другом, но на каких-то спортивных мероприятиях они начали дружить, уже сами создавать какие-то кружки, спортивные мероприятия по перетягиванию каната. Вы опять уходите в деятельность АСПАТРИОТов. Я представляю их организацию с этого года. Я понимаю. Работает. Вот. И это то, почему я пришел туда. То есть я увидел людей, у которых есть ценность сплотить свой народ. Друзья мои, насколько вот эти ценности, которые вы сейчас популяризируете, да, насколько они меня оставляют в зоне комфорта, скажем так? Может, те ценности, которые для вас являются ценностями, для меня это вообще может быть беда полная? Все верно. Но если мы не работаем с молодежью нашей, то кто-то другой будет с ней работать, навязывать им свои ценности. Я учитель гимназии номер 3СВ, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Абдулаева Аминат Гаджиевна. Очень приятно. И, вы знаете, я воспитанница и вообще выросла на советских традициях. Это уже само собой во мне заложено, этот патриотизм. А что такое патриотизм? Это, наверное, говорят, зри в корень. Если человек знает, откуда он родом, знает родословную своей семьи, он знает историю своей страны, как он может быть не патриотом? Скажите, пожалуйста, когда вот со мной рядом сидит ветеран Великой Отечественной войны, который неоднократно побывал у нас в школе, Лиас Патрхана Чакар Меджидовна, знаете хорошо, и вот эти дети, когда под руку с этим ветераном идут, как же нет у них патриотизма? Вы скажите. У них патриотизма как может не быть. Вы мне скажите, пожалуйста, следующую вещь. Гимназия 35 штаба, республиканский штаб ТОКС и ТОКСовская деятельность, которые занимаются этой детишкой, телевизионные отряды краеведов-следопытов, в гимназии проходят слеты ветеранов. В гимназии встречаются с ними. Если эту память, эту историю не знать, и этим детям не надо говорить патриотизм, люби Родину, просто покажи, просто дай послушать. У вас зарплата какая? Если слушать, да, я вам согласна, если бы я и педагоги, если бы, я согласна, я отвечу, не все материальным сравнивается. Если бы педагогам, которые в данной школе у нас работают, за эту зарплату работать надо было, им нужно было сказать зайти в класс, «Здравствуйте, ребята, садитесь, до свидания». Вот на эту зарплату. Но, увы, вот именно тот патриотизм, который у нас заложен в советский период, в советское время. Советское. Вот именно. Сегодня у нас каждый четвертый, каждый пятый. А теперь послушайте, я с вами поспорю, потому что эта работа в нашей гимназии, она никогда не прекращалась, и благодаря директору нашей школы, аплодисменты вашей гимназии, персонально. Это есть. Вы мне скажите, сегодня, если каждый четвертый или каждый пятый, я на него не могу полагаться, понимаете, он не готов пожертвовать собой ради родины. А почему вы задавали? Ну, вопрос. Вопрос, да. Вот вы мне теперь скажите, в этой связи, вы мне скажите, это статистика, 20 или 25 процентов, это врачи, это учителя, которые никак не ассоциируют себя со своей родной землей, понимаете? Их ничего не держит. Вы можете доверить такому человеку свое самое ценное, ребенка и все остальное? Да или нет? Вот когда говорят о этих процентах, патриоты, не патриоты, мне кажется, это все мифология. Почему? Потому что мы знаем тысячи примеров из истории России, из истории Дагестана, что человек, на которого в селе смотрели так косо, говорили, ненадежный, хоть слабенький, когда наступала пора, он показывал себя героем. И даже в 99-м году мы это видели. И так всегда происходит, потому что человек, который кричит о патриотизме, завтра он будет прятаться там. Это тоже бывает. Мне кажется, не стоит так уж делить людей, потому что мы не знаем, кто из нас настоящий патриот, а кто, так сказать, деланный, так сказать, дежурный патриот. Мне ветерану хотелось бы, чтобы он сказал, пожалуйста, вы скажите сразу, прежде чем. Я бы хотела сказать о любви к родине. И скажу на личном примере, когда мне было лет, наверное, 10-11, я в первый раз прочитала стихотворение «Мой Дагестан» до Расула Гамзатова. Я просто удивилась. И я не знаю, у меня такая любовь к своей родине появилась именно благодаря Расулу Гамзатову. По сей день это любимый мой писатель. Я очень часто читаю его стихотворения. И в прошлом году я была на Машуке, кто не знает, это форум, он в Пятигорске. И на день уже третий я так соскучилась по своему родному Дагестану, что я уже мучила осетинцев и читала им «Мой Дагестану Гамзатова». Не знаю, это на каком-то генетическом уровне, наверное. Мы же говорим, что это наша общая победа была. Тогда же вы не спрашивали, государство хорошее или плохое, там руководитель колбасу ест, а вы там хлеб, может быть, не доедаете. Никогда. Почему вам важно было тогда? Вот тогда люди шли добровольцами. Просто потому, что так хорошо пропаганда работала? Или вы на самом деле понимали, что вот это зло надо остановить любой ценой? Любой ценой. Ну, слушайте, вы же, ну, сегодня некоторые достаточно часто говорят, а что бы, сидели бы сейчас, получали бы 700 или 1000 евро, катались бы на мерседесах и так далее. Да, об этом сейчас говорят. Да. Потому что то воспитание, которое тогда было, его нет и не будет никогда. Ну, друзья мои, молодец. Я задал вопрос и слушаю. Слушаю. Простите. Тогда было патриотическое воспитание от мала до велика. И вот сейчас нет. Представляете? Ребенок, когда уже оканчивает, идет детский сад, его октябренком принимали. Торжественное собрание. Ценности. Целые торжества. Родители стоят, ему вешали не октябренок, не галстук, а такой значок. Маленький значок, да. Октябренок написал. Я был им. И вадунчик. Мне посчастливилось. Когда уже подрос, он уже первый класс пошел, ее принимали пионеры. Это было целое торжество. Любили родину, флаг поднимали, песни пели, интернационал пели. Для всех, между прочим, пионерские лагеря. А уже постарше каждый выступал комсомол, коммунистический союз молодежи. Идеология, которую преподносили тогда, она была ясная, простая. Это для народа. Все было для народа. Рабочий класс, колхозный крестьянство. А сейчас этого нет. Почему в этой Великой войне подпобедил советский народ? Великий советский патриотизм. Не было патриотизма, мы не победили бы никогда. Победили дружба, великая дружба советского народа. Его мощные вооруженные силы. Вы понимаете? Сейчас этого нет. Сейчас, как вы думаете, смогли бы противостоять так же единое? Сейчас смогли бы единое простоять, потому что страна уже оживает, выходит какой-то... Оживает, на самом деле. Оживает. На самом деле, к сожалению, нет у государства национальной идеи. Нет патриотизма, ну, вот, такой системы воспитания. Начиная с дошкольных учреждений и вот так, до вузов, до... до сузов, да. На самом деле, мы с вами, Мухаммад Расул, мы ездили по регионам, и насколько эти люди испытывают дефицит настоящих ценностей, мы с вами это заметили, увидели. Вы говорите про комфорт. Как вы будете чувствовать комфорт на себя, вот, ну, ценности, которые они там пропагандируют. Но в этих ценностях все будут себя комфортно чувствовать. Допустим, сейчас, сегодня, вот, государственные органы власти, которые должны заниматься патриотикой, должны заниматься там воспитанием молодежи, ну, по всем этим направлениям. Они что делают? Какие-то круглые столы здесь проводят, вот здесь пишут стоп-террор, пишут на стене где-то наркотиков нет там, ну, нет места там, или там, мы за спортом, ну, какие-то там формальные, эффективные эти. Это же не помогает, молодежь на это не смотрит. Вот, например, молодежь есть, которые, я извиняюсь, ездят в Ахты и там проводят форум антинаркотический форум. Ездят в Гимры, ездят в Губрин, куда многие боятся заезжать, они туда едят, ездят, вот, и в школе рассказывают про этот, не то, что про патриотизм, они профилактику против экстремизма, там, терроризма, вот это все, вот они рассказывают подробно. Вот это и есть работа, вот они спрашивают, какую работу делают. как построить работу, друзья мои, и о многом другом в последнем нашем блоке не переключайтесь, оставайтесь с нами. Здравствуйте, вы, телезрители, последний блок ток-шоу «Права выбора» мы говорим о патриотизме. Друзья мои, я понимаю, немножечко тема такая, она, знаете, она очень обширная, обо всем и ни о чем сразу. Вот в третьем блоке хотелось бы поговорить о том, как правильно человека ориентировать, чтобы он стал патриотом. Вот давайте все вместе порассуждаем, как правильно взращивать вот это чувство патриотизма. Пожалуйста. Магомедовна, представитель управления образования города Махачкалы. Хотелось бы сказать по поводу октября от пионеров. На основании указа президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина создано российское движение школьников, которое направлено на патриотическое воспитание в том числе. Что касается, значит, пропаганды патриотизма, мы, конечно же, в школах, и в школьных образовательных и в школах мы проводим работу. То есть проводятся мероприятия, как уже было сказано, именно направлены на патриотическое воспитание. Но опять-таки, давайте не будем забывать, что родители из школы идут домой. А родители какую работу в этом направлении проводят? Надо воспитывать родителей тоже в этом же направлении, потому что почему, это я сама задала сейчас вопрос, но почему происходит так, что, как вы говорите, каждый четвертый, да, видимо, это какое-то влияние все-таки интернета, социальных сетей, то, чем... Но у нас же должен быть какой-то достаточно серьезный антивирус. Да, опять-таки, отсюда возникает вопрос, как решить эту проблему. Я думаю, одно из этих решений было бы, вы, СМИ, средства массовой информации могли бы пропагандировать патриотизм. на каналах телевидения, радио, все, что возможно, где возможно, то есть пропаганду. Пожалуйста. Мухаммурасул. Сейчас подскажем. Пожалуйста. Кадьева Мукурисум, студентка Дагестанского гуманитарного института. У меня вопрос к нашему уважаемому алиму, Зайна Лахаджим. Как вы считаете, качество патриотизма, оно, как говорят, природой дано, или же все-таки патриотизм можно заложить в человеке в любом возрасте? Спасибо за вопрос. Патриотизм, если мы под этим понимаем любовь к родине, это вложенное Всевышним Аллахом чувство, и этого чувства не были лишены даже пророки. И когда пророк Мухаммад, алейсаляту, в силу притеснения язычников, был вынужден покинуть Мекку, то он, когда на границе уже города, покидая город, со слезами, сокрушаясь с болью сердца, говорил, что как же ты прекрасно говорит, если бы меня жители, мои соплеменники не вынудили бы меня покинуть, я бы никогда тебя не покинул. Поэтому это врожденное, вложенное Всевышним чувство, даже если там, человек, там, где он родился, какая бы там ни была температура, атмосфера, внешняя среда, он все равно будет ее любить. Это дано, это от Всевышнего. Но в Исламе Всевышний, Ислам придал патриотизму некую определенную огранку. Это, если мы говорим все, что здесь было сказано, я мнение всех людей, участников уважаю, речь шла о неком таком политическом и где-то экономическом патриотизме. А есть патриотизм духовный, он выше, понимаете? Но когда я читал, там нравственный было сказано. Может быть нравственный, это когда патриотизм это когда патриотизм в Исламе это когда мы желаем для своих братьев, для своих сестер того же, что и себе. Поэтому если мы сейчас оглянемся вокруг, посмотрим, что у нас происходит в республике, очень сложно сказать, что мы страдаем в кавычках патриотизмом. Почему? Потому что на всех уровнях власти власть погрязла в коррупции. А коррупция это некий такой эгоцентризм, когда человек хочет только для себя, только для себя. Патриотизм, лишенный духовности, не имеет будущего. Передайте микрофон, молодой человек давно живет. Есть еще один момент, прежде чем к экспертам перейдем, хотелось бы, чтобы вы еще прокомментировали следующую вещь. Я так опять-таки ссылаюсь на статистические данные. Согласно соцопросам, человек, который не знает своей истории, 61 или 62 процента людей сказали, который не знает своей истории, его нельзя считать патриотом. Вот это тоже, чтобы вы немножечко прокомментировали. Сегодня, как вы думаете, вы знаете свою историю? Вот дагестанскую историю вы знаете? Очень плохо знаю. Вы реально знаете? Я не согласен. Не все не знаю. Не все знаю. Не достаточно. Буквально несколько лет назад я слышал, что ЕГЭ по истории практически не то, что провалено было, но достаточно практически у многих наших деточек были проблемы именно с историей. Это проблема в нашей республике. У нас очень глубокая и большая история в нашей республике. В данный момент в наше время наше поколение не знает свою историю. Это надо исправлять. Вы спросили, знаем ли мы свою историю? Я уверенно могу сказать лично свою историю своего рода. Я могу сказать уверенно, что я знаю. Я родом из Гуниба. Извините, не представился. Меня зовут Ахмед. Абдурахима Ахмед. Я представляю МПР. И если сейчас спросить молодежь, вы еще до этого говорили 20%, 25%. Да, согласен. Они забыли, кто они, родом откуда, какие у них корни. И мало людей, мало молодежи, которые знают свою историю. И чтобы это исправить, здесь... Вот чтобы исправить, что надо сделать? Во-первых, проблема это интернет. Я согласен, это интернет. Но интернет это уже неизбежность. Согласен. Общество. В каком-то обществе. И большая проблема... Общество, которое с интернетом живет, друг мой. Интернет, интернет, вы же никак говорите. Я могу контролировать себя. Это проблема родителей. Изначально родители должны воспитать ребенка. Хотела предоставить слово ученице. Пожалуйста. Гордиться своими героями. Среди них достойное место занимает самый молодой герой Магомед Загид Абдулманапов, воспитанный великим Расулом Гамзатом в поэме солдаты России. Он героически погиб в числе девяти разведчиков-танкистов 13 апреля 1944 года, защищая Крым. Александр Харченков в Барт сложил о подвиге Магомед Загида Абдулманапова песню, в которой есть такие строчки. Фашист-переводчик сказал ему так. Камрад, ну какой ты к шайтану руса? Зачем тебе братья такие? Они мусульманам чужие. Мы их не повесим. За стойкость сейчас мы их расстреляем тебе на показ. Тебя же, кавказец, без грусти подлечим и с миром отпустим. Но дерзкий аварит германцу не внял. Он русских братишек покрепче обнял и крикнул, чтоб все услыхали. Я русский, победа за нами. Поднялись воротки у расстрельной стены, бесстрашные державы родные сыны. Сквозь боль и последнюю муку, теснее прижавшись друг к другу, прошли пулями. Вместе они подчинулись и наземь в обнимку легли и кровь молодую пролили. За Крым, Дагестан и Россию! Когда о таких героях говорят, вот это и есть патриотизм, я так думаю. На эту передачу почему вы не пригласили представителя власти? А кто-то остался там в лошади? Сейчас хотим создать общий круглый столб с привлечением как раз таких деятелей культуры, образования других общественных организаций, чтобы выработать вот эти общие механизмы для молодежи. Как мы можем улучшить это чувство и повысить это чувство патриотизма. Работа проводится и сейчас. На примере таких людей, предпринимателей, на примере других людей, которые у нас богатая история в Дагестане. У нас есть на кого равняться. Это и спортсмены, это и выдающиеся личности в науке, в культуре. Расул Гамзатов чего один стоит только. И поэтому нужно смотреть именно на свою историю, изучать свою историю. В первую очередь и я думаю, что вот этот результат вот этого круглого стола мы как раз кстати призываем всех, кому не безразлично вот это. Мы готовы к работе, мы призываем и органы власти к этому присоединиться, дать нам площадки, дать нам возможности. У нас есть и люди, у нас есть ресурсы, у нас есть самое главное большое желание проявить этот патриотизм. Замечательно. Салихат Расулуна, поставьте уже точку. У меня два дяди погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Наш дедушка отнюдь не был богатым человеком и как мой папа говорил, что хотя он был несостоятельный человек, но он был самый уважаемый человек в своем селении. Они умерли, но их два брата получили образование в этой стране. Один стал выдающимся поэтом, другой стал замечательным ученым. Когда страна заботится о своих людях, тогда у этой страны есть будущее. А когда человек видит, что, допустим, его брат и сестра не могут получить образование, а когда их мать болеет, и приезжают врачи, которые не знают элементарных вещей, когда дети в школе учатся. Вот у меня я училась в школе, и в этой же школе через одно время училась моя дочь. Мне было странно даже своей учительнице нести какой-то подарок. Мне казалось, это единственное, что меня просили, вот когда были папины юбилеи, что достань нам билеты. А когда училась моя дочка, уже ее подружки говорили, вот праздник, у меня тройка, мы понесем, возьмем у мамы деньги, подарим подарок. После этого какой вот такой патриотизм вы хотите внушить детям, которые с детства видят, просто для меня это был, так сказать, потрясающий цинизм идти к учителю с деньгами. Мне это в моей голове не указалось. Но я вижу, что это реалии жизни, которые, так сказать, развиваются. Поэтому, если мы говорим о патриотизме, ну, надо воспитать детям, вы детей никогда не воспитаете в хорошем смысле патриотами, если они видят вот такое отношение взрослых. Ну, любовь к родине, любовь к своей стране, потому что этими людьми не исчерпывается наша жизнь. И я вот хочу даже всем посоветовать. Я посмотрела спектакль Лакского театра «Невыплаканные слезы» по Ефинде Капееву. Я прочитала после этого Ефинде Капеева. Там был эпизод, который меня потряс. Там, значит, молодой парень-моряк во время Севастопольской битвы, там, он берет на себя командование танком. И потом его ранят, его отправляют в госпиталь и хотят его наградить. Вот когда, говорит, Ефинде Капеев описывает, что когда этого парня начинают, значит, ну, пытаются определить, что это он, что так, он долго не сознавался, потому что считал, что его за самоуправство будут судить. И он, когда-то сказал, ну, черт с вами, это я, судите меня. Понимаете, человек, совершая подвиг, он не был уверен, что это, так сказать, воспримется. Он считал, что он все-таки за самоуправство, что он нарушает уставы и так далее. И все-таки он это делал для общего победы и на общее благо. Поэтому я думаю, что всегда в людях есть что-то такое, что в рамках, вот, так сказать, ограничений не укладывается. И вот такие моменты будем надеяться, что нашу страну спасут. Ну, действительно, у нас великая история. У нас были замечательные люди и воспитанные в советские годы люди. У нас была на самом деле замечательная идея равенства людей, уважения ко всем людям, которые сейчас, к сожалению, искоренены. Было уважение к учителям, было уважение, там, никто не говорил, вот уборщица, как. Вот это вот то, что даже странно, что даже в Капстранах вот это вот презрение к людям труда, оно не так явно ощущается, как почему-то развелось у нас прямо как в феодальном государстве. И это тоже советский патриотизм и нынешний патриотизм, это два разных патриотизма, понимаете? Если мы не научимся уважать друг друга, то ничего не получится. Вот давайте на самом деле делать какие-то поступки, тогда мы на самом деле будем патриоты. Маленькие поступки, которые выливаются в нечто большое глобальное. Оставайтесь с каналом НТ, мы постараемся быть полезными. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА